Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. Поздравляю вас с теперь уже наступившим Новым Годом. И пришло, наверное, время рассказать о том, какие семена приобретены на следующий год. Что-то покупалось в интернет-магазинах, что-то у частных коллекционеров, что-то прислали уже настоящие друзья, друзья канала, теперь уже и мои подписчики, которые тесно связаны с моим интересом к выращиванию огородных растений. И испытывая большую любовь к фасоли. Но, как вы знаете, в Хабаровском крае последние годы очень часто бывают наводнения. И вот в один из таких годов моя коллекция фасоли пострадала абсолютно. И было много красивой, привлекательной, декоративной, в том числе фасоли, которая просто-напросто на момент наводнения не успела вызреть и вся ушла под воду. Вот таким образом коллекция была утрачена. Ну и, наверное, все-таки пришло время не штучно покупать какие-то разрозненные семена, а постараться вложить все свои усилия и материальные, и физические, и духовные, и начать восстанавливать то, что было, и расширять. Потому что то, что я увидела, среди предлагаемых бобов были такие, которых я вообще никогда не видела. Ну а название «Лимская фасоль», наверное, много говорит для людей, интересующихся сортами данного овоща, данных бобовых. И, конечно же, зерна этого растения очень и очень привлекательны. Ну, кроме того, есть и просто вьющаяся, и полувьющаяся, и кустовая, среди которых есть и спаржевая, и зерновая фасоль. Ну, в общем, многообразие сортов большое. Инициатором заказа была Наталья, горячо уважаемая, любимая мной. Это тот человек, который заболел меня, заразил меня любовью к томатам. Ну, и где-то в «Одноклассниках» у нее в друзьях оказались те коллекционеры, которые занимаются не только выращиванием томатов, перцев, но и фасоли. И, перейдя к ним на страничку, я увидела. Сначала это был один заказ. Вот он тут перед вашими глазами. Сейчас я подробно расскажу о нем. А в следующем видео, вот специально уже разложила то, что заказано, у сестры, хозяйки вот этих плодов, бобов, я выписала. Я приобрела, и семена пришли из Самарской области. Ну что ж, давайте посмотрим. Здесь есть и вьющаяся, и кустовая фасоль. Я так понимаю, что для фотографирования берут такие еще только вылущенные семена, поэтому они на фотографиях, ну, конечно, крупные такие, яркие. В сухом виде фасоль немножечко меняет свой вид, но все равно остается очень привлекательной. Сейчас, наверное, не очень хорошо будет видно сквозь пленку патетиков, но я льщу себя надеждой. Ну, и на самом деле я очень надеюсь, что лето будет благоприятное, и все посаженное вырастет. Итак, вот такая модница. Так, это красная шапочка, зерновая, кустовая. Вот таких фасолин много с разными названиями, в том числе у меня и в пачках кое-что куплено. Ну, не кое-что, а, наверное, многое. Одно из следующих видео будет посвящено этому, тем покупкам. Так, не знаю, чем уж отличается в другом заказе. У меня тоже белая лима, но она называется немножко по-другому. И ту фасоль, которую мы для еды покупали, ну, и, кстати, в супермаркете у нас от компании «Националь», ну, где разные бобовые, крупяные культуры продаются, прям лимская белая, лима белая, так и называется фасоль, видела в продаже. Так, очень интересненькая, красивая горлица папы. У сестры данной владелицы коллекции она идет под названием «Золушка». Ну, там есть сноска, что то же самое, что горлица папы. Вот такая ласточка. Ну, здесь видно кустовая, зерновая, русская, вьющаяся. Вот как удивительно природа создает такие красивые семена, дрожжи, аленький цветочек, какие красивые божьи коровки. Вьющаяся, спаржевая, джинними. При предпочтении обычно, ну, людей, которые варят из фасоли супы и, ну, какие-то такие блюда, чтобы она светленькая оставалась, готовят без томата или как-то ограничивают себя в придании цвета блюду, предпочитают белую. Ну, вот я тоже заказала белую, хотя самой полезной считается красная и черная фасоль. Армянская туршевая. Туршую с фасоли мы уже очень-очень давно не делали, но вот хочется попробовать. Вот такой дельфинчик, вьющийся от вот этой красной шапочки, отличается тем, что это фасоль кустовая, хотя очень похожи, семена очень похожи. Так, вот такая супернано. Всего здесь 25 сортов. Римская фасоль. Мечта флоси Пауэлл. Такая красивая, прям оранжевенькая паулиста. Очень красивая кофе с молоком. Так, вся убежала туда. Сейчас злим ее. Так, следующая пагода. Солька. Черная кустовая. Вот таких я заказывала два пакетика. Один сразу на талии пошел, потому что на тот момент, когда заказывала она, в каталоге вот этой сорочьей не оказалась. Она как будто по диагонали поделена на черную и белую часть. Была армянская туршевая. Это просто турша, вьющаяся. Это очень красивая фасоль. Рождественский посох. Она с разными названиями бывает. Бывает просто рождественская. Ганимед. И вот такая красная лимская фасоль. Ну, там, где лима, ее в пакетиках по пять зернышек. Какой-то бывает по семь, и какой-то меленькой по десять. Ну, тут по десять... Есть какие-то пакетики, но их не так много. В основном это такие малочисленные. Но, надо сказать, удовольствие это не дешевое. Хотя, я думаю, что после того, как вырастешь, и сам, если вдруг будешь продавать, то цена будет не меньше. То есть, пакетики 50 рублей стоят. И вот эта хозяйка данной коллекции, не спрашивая, не предлагая что-то. Она просто вложила в посылку с... Это было два конверта. Достаточно увесистые такие конверты. Поэтому письмо, понятно, оно без конечного веса быть не может. Утяжеленное. Предельный вес тоже есть. Поэтому вот это было разложено в две посылочки. И в одной из них оказался подарок. Это 10 пакетиков семян. Ну, если бы мне, конечно, предложили на выбор, потому что в каталоге огромное количество томатов, и есть такие, которых у меня не было. Но, что называется, дареному коню в зубы не смотрят. И, несмотря на то, что у меня единственного сорта, которого нет, это бельмонты. Вот такой. Все остальные есть, но все равно приятно. Очень приятно, что человек еще и вот такое количество томатов. Листин нос. Бугай розовый у меня есть. Бугай красный. Правда, уже несколько лет не выращивала, потому что каждый год появляется такое количество нового, что дальше некуда. Не знаешь, когда год, когда, какой год дойдет до посадки. Вот этот я выращивала в этом году, драпированный. Очень мне понравились. Это такие, ну, они пустотелые, несколько пустотелые томаты, но очень красивые, очень вкусные. Болгарская хала. Сажала, но у меня, к сожалению, в этом году он не вырос. Так, сердце теленка розовый. Ваше Величество, который сажаю из года в год, и мне очень-очень нравятся желтоплодные томаты. Очень вкусные. Вот этого у меня тоже не было, но Наталья уже на этот год мне вложила в то, что поделиться надо. Вот. Так что мило у меня теперь придет и еще с одной стороны, и вот прислана из Самарской области. Клакалула. Розовая. Несколько она похожа на драпированный. И Фаттеррейн, который тоже несколько лет растила, но у меня как-то он не особо удавался, поэтому когда-то посажу и вот эти семена. Так что большая благодарность. Ну, прежде всего, благодарность мне за такое долгосрочное вложение. В этом году я планирую несколько кустиков лимы посадить в теплицу. Надеюсь, что эксперимент будет идти удачно. Ну, и, конечно, надо находить множество мест в огороде, где постараться разные сорта посадить в разных местах. вот такая красота. Такое богатство у меня есть. И в следующем видео я расскажу о том, что пришло от сестры вот этого коллекционера. Причем получилось так, что Наталья вот у этой женщины заказала. А я, зная, что еще где-то у кого-то что-то есть, ну, пошла дальше. Даже не говоря ей о том, что заказ сделала, уже сказала после того, как он пришел. Вот. Удивила ее тем, что, ну, поискала на ее страничке и нашла ссылочку на страницу другого коллекционера. Так что, следующее видео, это рассказ о следующих сортах фасоли. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.